Сейчас выглядел космический корабль. Так, я думаю, что фотографировать бесполезно, и лучше этого не делать. Видите, как устроен корабль «Восток»? Шарообразная кабина, 2,3 метра в диаметре, 4,5 тонны вся эта инструкция весит. Внутри человек, вот так его нарисовали. Юрий Алексеевич Гагарин. Могли бы получше нарисовать, но вот так нарисовали. Слышу вас хорошо. Полет идет по плану. Залетает система «Шателл». Отделяются твердодопливные ускорители, продолжается подъем запретной атмосферы. Это космический аппарат «Викинг», высадившийся на Марсе в 1976 году. Американская машина, которая более года проработала на поверхности Марса, передавая информацию об этой планете. Летим над Марсом. Один из многочисленных радиотелескопов, принимающих радиоизлучение удаленных объектов Вселенной. А это надувная шлюзовая камера космического корабля «Восход». Из нее 50 лет тому назад, в марте 65-го года, Алексей Леонов впервые совершил выток в открытый космос. Ну что ж, Земля и в самом деле круглая. Перед вами самая большая в мире ракета «Сатурн-5». На ее вершине космический корабль «Аполлон», который берет курс на Луну. Американская артемия. Корабль «Аполлон» идет к Луне. Разделение двух отсеков лунной модулой с двумя астронавтами идет на посадку на Луну. Примерно так человек впервые ступен на лунную поверхность. А это то, что будет работать буквально через год, через два. Это самолет с поисчетом, который будет выходить за пределы атмосферы. Командный модуль космического корабля «Аполлон» над Луной. Из-за Луны посходит Земля.